Всем пруд-пруди хорошего настроения. В этом видео я собрал новости за апрель и май этого года. Для вашего удобства в описании есть временная шкала, чтобы каждый мог быстро найти актуальную для себя информацию. Выпуск получился продолжительным, аж на 25 минут. Я надеюсь вы выдержите, я в вас верю. Обязательно напишите в комментариях свои впечатления и вопросы. Как вы знаете, я отвечаю на все комментарии и даже больше с некоторыми общаюсь в WhatsApp и по электронной почте. Желаю вам приятного просмотра. Всем привет! Движуха в пруду продолжается. Пролетела весна и уже наступило лето. А значит есть чем поделиться с вами в эфире пруд прудовой новости. В моем пруду появились два карася. Видимо они там давно уже живут, потому что еще в прошлом году я, как мне кажется, что-то видел, но не мог рассмотреть. Они были очень маленькие. Сейчас они подросли и теперь уже пару раз я их наблюдал. Сейчас попробуем их рассмотреть. Как раз прозрачность воды это позволяет сделать. Где они там есть? Сейчас попробуем увидеть. Сейчас я их видел. Где-то вот там они плавали. Так, так, так. Видимо в камнях вот здесь залезли. Сейчас взял смартфон, поставил на него фильтр. Вон они, вон они плавают. Где их смотреть? Вон они. Вон они поплыли. Поплыли, 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 поплыли. Ага. Может нырнуть с подводной камерой, да поснимать их. Вода в моем пруду. Прозрачная они сама по себе. А благодаря советам и рекомендациям одного очень хорошего человека. Зовут его Дмитрий Могилевец. Дмитрий, пользуясь случаем, передаю тебе привет. Спасибо огромное. В прошлом году ты очень сильно мне помог своими рекомендациями. Я, как честный ученик, выполнил их все. И вот вы видите результат. И в прошлом году, в принципе, вы видели. И в этом году можете наблюдать, что пруд радует меня прозрачной чистой водой. В нем приятно купаться. Конечно, там на дне вы сейчас видите еще водоросли. Я их уберу. Но в целом вода прозрачная. Качество воды вполне достойное. Сейчас пойдет речь о скиммере на основе принципов аэрлифта. Я использовал вот такой вот стандартный строительный ящик. Использовал в нем вот такую вот шторочку от скиммера. Включился. Случайно нажал на кнопку в кармане. Вот кнопка дистанционного управления. От такой розетки. Вот так она выглядит. То есть нажимаешь на кнопку и устройство выключается. Можно подключать любое устройство до 800 ватт. Кому интересно, вот так это все дело выглядит. Ну а я оставлю ссылку на тот магазин, где покупал. В котором вы, кстати, можете получить скидку, предъявив промокод пруд пруди. Ну вернемся к нашему скиммеру на основе аэрации. Чем он хорош? Тут нет механических частей. То есть внутри распылитель. Вот под этой планкой. Там забор воды происходит. Отсюда происходит выход воды. До этого в каком-то ролике я показывал это. Вот. Но сейчас тоже продемонстрирую. Снова это видео вставлю вам здесь, чтобы вы видели, о чем идет речь. И скиммер заработал. Шторка опускается. Поплавок можно сделать менее плавучий. Подрезать пеноплекс или пенопласт, который там есть. То вода, проходя через скиммер, не просто очищается от мусора, она еще насыщается кислородом. И, соответственно, эту воду вы снова подаете в пруд. Либо там на механическую очистку. Ну то есть в зависимости от того, как у вас устроена система очистки в пруду. Следующая новость. Это вот это вот бешеное хитросплетение. Сейчас лежит трубок. Ну, на самом деле здесь все просто. Значит, это... Это... Илосос. Современная новая модификация от пруд-пруди. Назовем его Илосос 001. Как это работает система? Здесь применен принцип аэрлифта или воздушного подъемника. Это вот эта вот воздушная камера, в которую подается воздух. Воздух по трубе поднимается наверх. Увлекает за собой потоки воды. Ну и, соответственно, вот с этого места происходит забор ила, забор грязи, забор воды со дна. Дна поднимается по трубке и по вот этой трубке поступает в мешок. Вот в такой вот мешок. Сейчас покажу вам. Вот в такой вот фильтровальный мешочек. Чистка в пруду дна. Вот смотрите, за сколько я минут с вами разговариваю, да? Вот. Вот такое вот говнище было собрано. Это тоже одна из новостей или лайфхаков. Можно использовать вот такие мешочки фильтровальные. Кому интересно, я могу подсказать. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Подскажу, где их купить в вашем городе и в каких местах их лучше всего найти. Если кого заинтриговал, пишите, расскажу. Вот эта вот модификация у меня эрлифта, газлифта или воздушного подъемника на основе шара-распылителя. Открываю вам секрет, можно сказать, как это все выглядит. Сама система, конечно, простая. В интернете много есть модификаций таких вещей. Что еще из новостей? Ну вот этот компрессор приобрел. Джекот РА100. 100 литров в минуту он качает. Отличный компрессор. Смотрите в описании. Ссылка будет. Какая еще новость? Вот есть новость такая. Все вы знаете, вот такие вот дешевые, недорогие скиммеры. Применяются в бассейнах. Сейчас я его назад соберу. Но можно применить и в пруду. Поставлю, чтобы было удобнее. И вот таким образом вы с этой стороны можете подсоединить эрлифт. То есть система эрлифта. Это тоже одна из модификаций. То есть несколько штук. Я тут экспериментирую, какая лучше производительность. Вот, и таким образом вы получаете скиммер, который может работать на принципах эрлифта. То есть вот у нас раз скиммер, два скиммер. И сейчас я вам покажу еще третий вариант скиммера, который также можно так скажем по дешману сделать. Все это выйдет не дороже ну четырех тысяч наверное, вот я думаю. Трех-четырех. Вот эта штука стоит тысячу триста. Можно даже подешевле взять. Но все остальное вот это вот канализационные прибамбасы 300 рублей две. Ну, в пределах двух тысяч можешь дешманский собрать, да. Но при этом он будет вполне рабочий вариант и будет вас радовать сбором мусора с поверхности вашего зеркала. Такой скиммер вот от этого скиммера коробка называется этот скиммер Competition 7501 кому интересно. Вы можете использовать аналогичным способом у себя в пруду подсоединив сюда либо насос либо аирлифт как я уже говорил. Сейчас покажу как я его установил в рыбном пруду на временную эксплуатацию для того, чтобы протестировать. Вот одна из модификаций этого скиммера на основе аирлифта. Тут работает менее мощный компрессор на 80 литров. Компрессор Хайлея. Прикроем его от солнышка. Ну, в небольших, я бы сказал, прудах можно использовать такую модификацию. Для большого пруда, конечно, все-таки это маловато. Маловато камера и окошко маловато. Я бы использовал пошире, типа водомана. Для маленьких прудов такой скиммер, да, можно применять. Ну, что такое маленький? 2х2, там, 3х3, 5х5. Думаю, вот для таких прудов одного скиммера будет такого достаточно. Если у вас побольше пруд, ну, уже там, два можно поставить. Либо уже менять на более все-таки продвинутую модификацию. Например, такую, как скиммер водомана от Игоря Дикмана. Кому интересно, там ссылку оставлю тоже, посмотрите. С очень широким окном забора. Там огромная камера. Так же, как и у Андрея Андреевич, скиммер из кольца бетонного. Тоже отличная штука. Надежная и бесконечная, можно сказать. Идем дальше к другим новостям. Дальше расскажу вам, ну, или вернее, покажу и расскажу, что происходит у меня в биоплато. Нечатка, как вы видите, развивается. Ее просто-напросто немало, ну, мягко говоря. Но при этом вы видите результат по воде, да? То есть, вода прозрачная. Я, в принципе, готов мириться вот с нечаткой в таком виде. Ну, иногда я ее убираю, иногда нет. Вот, допустим, вот сейчас пока не убирали. Можно все это собрать. По большому счету, никак не меняется состояние воды в пруду. Ну, только там в первый день, когда вот тут сбаламутили, пока собирали, и все это там муть какая-то поступила в водоем. Вот. Ну, а так, она точно так же принимает участие в механической очистке, в том числе, вон, посмотрите, да? То есть, если мусор какой-то даже и идет по поверхности, то он цепляется за водоросли, а водоросли начинают и вот тогда потихонечку уже пожирать. Вот. В этом году у меня еще какая-нибудь ну, неприятная новость какая. У меня почему-то померз весь рогоз. Рогоз и очень практически не осталось асоки. Я не знаю, что произошло. Вот выжил один тростник, вы видите, классится. Вот тут во многих местах у меня, я уже удалил его, чтобы он там не загнивал. Вот. Потому что корни, конечно, если вы оставляете в пруду старые растения, то они могут загнивать и издавать неприятный запах. Поэтому лучше их убирать. И, как вы видите, вот такие вот заросли тростника у меня кругом. Я никак не доделаю свой водопад. Ну, или вот, так скажем, вот это место, которое предназначено для водопада. Здесь должно быть начало какое-то красивое. Никак я не созрею, как его сделать. Да и по времени не успеваю. Ну, вот заодно покажу вам, значит, ну, некую такую систему фильтрации дополнительного, дополнительной очистки воды. Той, которая не идет внутрь биоплато. То есть, вот там труба у меня проходит и проходит по дну биоплато, распределяя потоки по всей площади биоплато. А эта часть воды поступает, ну, как бы на водопад, вот на этот, да? И чтобы она тоже фильтровалась, вот здесь у меня уложено несколько сеток. Сетки называются фильтровальные, нержавеющие. Сетка на 0,5, ну, 500 микрон. Потом сетка, по-моему, 400 микрон. Там у меня снизу еще сетка на 300 микрон. Ну, сетка по спецификации называется P52, P54, это где-то, вот P56, это где-то 280-320 микрон. Вот, кому надо, узнавайте в своих городах. И с этой сетки, как правило, делаются фильтра для глубинных насосов артезианских скважинах. Так что, вот, можете использовать такой способ очистки, если нравится. Идем дальше. Ну, это вот моя нехитрая с тем, не знаю, кто не видел, вот это как раз подача на водопад. Здесь тройник, вода идет на биоплато. И вот она по трубе, так, это по сороковке уже, да, проходит туда у меня в 32 трубу и распределяется по биоплато. Вот такой вот видик. Да, вот немножко рогоза осталось, здесь рогозик, вот рогозик чуть-чуть, да. Я пока не сильно запариваюсь на растения, на разновидности растений, пока еще этим вопросом, то есть, в свое время была задача построить пруд с биоплато, я накопал растения в основном в массе своих соседних водоемов и применил у себя их в пруду. Потихоньку буду досаживать, буду разнообразить эти растения, потому что сами видите, вот какой у меня тростничок тут растет, какой ряд, да, зарос ручей, который весной был еще пустой. вот, вот, идем, идем дальше, тут у меня вот, ну, немножко вот варегатный есть тростничок, красивый, что-то я покупал, но в основном, в основной массе я, конечно, все это дело выкапывал в соседних водоемах. Вот, жена пытается иву вырастить таким вот способом, сплетенным, не знаю, что из этого будет, вот какие-то там побеги даже дает ива. Тут у меня спрятан пылесос, планирую начать уборку, фондовак четвертый, но есть у меня ему замена, это илосос, вот как раз это самое дно, вот эти все водоросли я соберу грабликами и потом просифоню дно с помощью своего чуда илососа на основе эрлифта. А вот это уже непосредственно дно пропылесошу тогда пандоваком. ребята, для тех, кто делает только пруд, только начинает, обратите внимание, как важно подготовить ровную поверхность, если это у вас плавательный пруд. Вот почему молодец Алексей из архифлоры, они штукатурят дно обязательно, бетонируют, вот, и пленочка у них ПВХ-шная, цветная, оливковый цвет, шикарно смотрится, и салатные расцветки, бомбовские. Сейчас бы представляете, да, как это все выглядело. Вот каждую неровность видно, когда вода прозрачная, каждый стык, каждую неровность, вот, поэтому имейте это в виду, выравнивайте по максимуму поверхность, а, вон, вон, краси, 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 прошли, не знаю, видно, нет? Попробую, вон они, вон встал, вот они, два шикардоса, надо закинуть будет удочку, половить их, вот он, вот он, вот прям закидывай, будет его видно, вот прям, как ты к нему закинешь крючок, вон, видишь? Вон, видишь? вот покажу разок, вот он начинает бурлить и по всей длине начинает, как битфордов шнур, продолжает, вот, и пошло, и поехало, значит, что, у меня больше такого шланга нет, его получается мне на 10 метров, а пруд у меня по периметру 35 метров, тогда получается, ну, докупать неохота с учетом ваших комментариев, спасибо, ребята всем, кто пишет о негативном опыте применения этого шланга, вот, поэтому я больше тратиться не буду на эту тему, но есть у меня вот такой вот шланг коричневый для капельного полива, у него вот такие вот отверстия, я пробовал уже, пузырит нормально, в принципе, с них тоже, но просто, может быть, не так часто, и, может быть, я его проложу по периметру, для того, чтобы ну, как-то закончить этот круг, и заодно проверить производительность компрессора, будет эта система работать или нет. Так, идем дальше. Есть еще одна хорошая новость, в апреле я был в Москве, и договорился с ребятами из магазина Роспрут, о том, чтобы они предоставляли скидки для моих подписчиков, они любезно согласились на эту идею, теперь я рассказываю вам об этом, при заказе в этом магазине вы можете сказать промокод пруд пруди, и вам сделают скидку практически на любой товар, ну, на 95% товаров, потому что не на все ребята могут сделать, там, на пленочку, к сожалению, сложно им давать такие скидки, но на оборудование, на основное вы можете получить, опять же, предъявив код или сказав код менеджеру, скорее всего, там будет Евгений, скажете ему, я от Дениса пруд пруди, и он сделает вам скидку, скидка может быть от 10 до 15%, приятно, мне кажется, не просто приятно, экономия на наших покупках, ну, и тысячи, две тысячи, ну, мне кажется, шикарно, потому что насос купить, там, аэратор, вообще, не буду больше болтать на эту тему, хотел вот о чем еще рассказать, взял я у них на тест одну штуку, сейчас покажу, электронный ионизатор воды, пантечевский, было интересно, как раз, вот, как вариант, как избавиться от ничатки, вот, попробовать омеднитель, очень было интересно, посмотреть, как эта штука работает, давайте продемонстрирую, как она выглядит, вот, для того, чтобы тоже понимали, мало ли, может быть, кого-то заинтересует, вот, контроллер, все очень просто, контроллер, вот такой вот тройник, в него подключается, вкручивается, сами электроды, вот, соединяется, все тут на соединениях с розеткой, и между контроллером, контроллером, и все, и будет вам счастье, причем, прибор отработать может не постоянно, поскольку, у меди есть свойство сохраняться, надо он некоторое время в воде, уже покупали такие омеднители, они очень довольны, по прошлому году, такие устройства применяли, вот эти электроды, ну, по сути, расходный материал, как ультрафиолетовая лампа, в том числе, ну, а я, к сожалению, протестировать ее не могу, ввиду того, что вода в моем пруду сильно минерализованная, а эта штука не предназначена для применения в соленой воде, теперь мне придется эту штуку отправить назад, еще одна новинка, это вот такая розетка, по сути, это розетка с регулировкой мощности, она хороша тем, что она влагозащищенная, вот ее можно применять на улице, до 800 ватт она выдерживает нагрузку, можно подключать насос для регулировки мощности потока, у продавца, уточняйте, не все насосы могут работать с этой розеткой, но, по сути, это для некоторых насосов может быть как контроллер. Друзья, в комментариях меня спрашивают уже о том, как прошел мой эксперимент по наклейке камушков на скиммер, на его борт, давайте посмотрим, как он прошел, уже прошел месяц, а то и, наверное, и больше, сейчас я нечаточку уберу в сторонку и посмотрим, вот они, видите, эти камушки покрылись такой какой-то белый, неприятный, ну, не очень приятно это все выглядит, я вам скажу так, но держатся, то есть они не отлетают, они камушки держатся, но не отлетают, но вот так вот, мне так лучше видно, ну, вот видите, вот их настоящий цвет был, коричневый, да, и вот так клей проявил себя в воде, ну, дерьмово выглядит, мягко говоря, поэтому не рекомендую к применению, вот такая вот, вот такая вот история, ребят, и заодно, вот смотрите, это, как вы думаете, что это, это макет настоящего пруда, в миниатюре, какая была у меня идея, придумал я эту еще идею зимой, но вот только сейчас, видимо, могу ее осуществить, и то, благодаря, наверное, тому, что если вы в комментариях напишите, что действительно эта тема интересная, то есть это на самом деле вот деревянный каркас, представьте, что это земля, тут настоящая чаша, вот геотекстиль уложен, потом пленочка, ну, то есть все по-взрослому, на примере этого макета я хотел как раз показывать кое-какие нюансы строительства биопрудов, все будет как в настоящем пруду, система водообмена будет сделана, будет маленький скеймер, ну, в общем, будет маленькая биоплато, покажу, как правильно склеивать углы, покажу, как клеить пленку, пленка это винилит, вот, немногим она нравится, ну, ребята, вот какая есть, у меня с такой я работаю, в общем, вот такая тоже новость, пишите в комментариях, кому интересно вообще эта затея, стоит ли ее развивать, и стоит ли вообще заниматься, так скажем, этим макетом, идем дальше, следующая новость, это реконструкция вот этого прудика, небольшой прудик, глубиной два с половиной метра, бетонная чаша, сделаю сюда гидроизоляцию, сейчас сделаю наклонные борта, ну, в общем, все увидите тоже в процессе, думаю, что в течение месяца буду показывать как раз все этапы, интересную эту систему фильтрации применю, следите за выпусками. Ребят, еще одна новость, вы меня часто спрашиваете, что там с прудом, который я реконструировал первого мая, сегодня у нас 9 июня, прошло, получается, ну, почти 40 дней, ну, пожалуйста, смотрите, в каком состоянии находится пруд, все в порядке, карп и коэль по-прежнему довольны, сейчас покормим рыбку, давайте, давайте ко мне, мои хорошие, давайте, ну, ну и что, ну и что, не едим, а ну давайте, всплывайте, боятся, чужой человек для них переживает, переживает, да нет, в принципе, начали кушать, на, покорми, с рук поешь, на, мой хороший, на, давай, мои зайки, давай, мои краски, какой вот этот красивый, все-таки, желтый, ребята и девчата, оцените, пожалуйста, жирным лайком мои старания, если кто-то из вас не подписан, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного, а следующее видео как раз будет о том чудо и лососе, который я недавно показал вам, продемонстрировал, не все было понятно, видео не очень информативное, я вижу, что у вас есть интерес к этой теме, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что в первую очередь из того, что я вам показал в новостях, показать вам более подробно, о чем лучше рассказать, мне будет очень интересно, и вам будет приятно, если я сниму именно то видео, которое именно вам, вас интересует в первую очередь. Давайте обратный связь, поскольку это поддерживает канал и развивает его, вести вообще свой канал достаточно затратная тема, денег я с вас не прошу, с вас жирный лайк и подписка, и также комментарии, поскольку это продвигает мой канал, в рекомендации, не пожалейте, секундочку, спасибо вам большое, на этом прощаюсь с вами, пруд пруди всем прозрачной воды, и до новых встреч, увидимся в ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok,